Чем обернутся антироссийские санкции для Америки? Я надеюсь, что прекращение огня также поможет справиться с глобальными последствиями этого конфликта, которые могут усугубить глубокий кризис голода во многих развивающихся странах, которым уже не хватает финансовых возможностей для инвестиций в свое восстановление после пандемии, и которые теперь сталкиваются с резким ростом цен на продовольствие и энергию. Подведены итоги четвертого международного конкурса проектов в сфере образования. У нас имеется газо-федератический комплекс «Аджилент», с помощью которого мы определяем компонентный состав. Штаб студенческих отрядов Казанского федерального университета продолжает набор в своей ряду. В студенческих отрядах ребята могут не только найти первый опыт работы, но и развить свой творческий управленческий потенциал. Всем привет! В эфире «Универ Ньюз», а в студии Карина Саяхова. На телеканале НТВ вышла программа «Мои университеты. Будущее за настоящим» с Антоном Приволем. Ведущие телевизионного проекта путешествуют по крупнейшим российским вузам, чтобы доказать, что хорошее образование можно получить не только в столице, но и в регионах. Так, новый выпуск программы посвящен Казанскому федеральному университету. Трэвел-шоу можно посмотреть на сайте НТВ, а также на медиапортале КФУ. Соединенные Штаты Америки смягчили антироссийские санкции, чтобы избежать дефицита минеральных удобрений. Их внесли в список жизненно необходимых продуктов. Какие экономические прогнозы дают эксперты и почему США рискуют остаться без урожая, расскажем в сюжете. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки продолжает вводить санкции в отношении российских предприятий. Смягчая при этом условия поставок минеральных удобрений. В Вашингтоне их приравняли к продуктам первой необходимости, наравне с лекарствами, пищевыми добавками и бутилированной водой. По мнению Минфина США, этот ход позволит исключить российские удобрения из черного списка и наладит традиционную схему поставок. При этом не исключены ограничения экспорта удобрения и изменения формы оплаты с российской стороны. Российское правительство вполне может ограничить экспорт удобрений в недружественные страны или вообще запретить. В том числе могут быть введены и ограничения на формы оплаты. То есть введены ограничения на оплату в долларах и евро, можно потребовать оплату в рублях. Россия – это крупнейший мировой экспортер карбамида, аммиака, сложных удобрений, а также третий по величине экспортер калия. От российской химии зависит не только США, но и вся Европа и страны Азии, которые тоже рискуют остаться без урожая. При остановке экспорта из России автоматически привела к значительному дефициту на европейском и американском рынке и росту цен на удобрения, а в свою очередь и росту цен на продовольствие, потому что стоимость удобрений – это значительная часть себестоимости любой сельскохозяйственной продукции. В Организации Объединенных Наций уже предупредили об угрозе голода и существенном поднятии цен на продукты питания в ряде стран. Я надеюсь, что прекращение огня также поможет справиться с глобальными последствиями этого конфликта, которые могут усугубить глубокий кризис голода во многих развивающихся странах, которым уже не хватает финансовых возможностей для инвестиций в свое восстановление после пандемии, и которые теперь сталкиваются с резким ростом цен на продовольствие и энергию. Камила Исакова, Универ Ньюс. Научный центр мирового уровня принес в копилку достижений Казанского университета новые награды. О достижениях и не только смотрите в сюжете. Подведены итоги четвертого международного конкурса проекта в сфере образования 2022 года. В этом конкурсе на звание лучших претендуют представители высших профессиональных образовательных и научных организаций. В этом году научный центр мирового уровня также заявил о своем участии и принес в копилку достижений Казанского университета новые награды. На конкурс было представлено одно пособие по анализу компонентного состава нефтей, написанное для студентов Института геологии и института газовых технологий Казанского университета на английском и русском языках. Выбор темы был обусловлен курсом в рамках образовательного процесса, направленным на изучение физико-химических свойств нефти. Очень важной является тема определения компонентного состава нефти и газа. Это нужно для дальнейшего этапа численного моделирования, когда у нас есть уже все исходные сведения по составу нефти. То есть мы дальше можем уже производить расчеты последующие. И студенты эти расчеты тоже осваивают. То есть это одна из частей нашего курса. Ну и в рамках этого мы создали как раз такое методическое пособие, соответственно, которое подразумевает ряд практических работ по изучению составов нефтей. Научно-исследовательское составляющее пособие было разработано на базе научного центра мирового уровня. Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. У нас имеется газо-химографический комплекс «Аджелент», с помощью которого как раз таки и мы определяем компонентный состав. Вначале производится калибровка хроматографа, и уже после калибровки закол двух образцов. Как бы сама методика подразумевает закол чистой нефти и закол нефти со стандартом. Заколом называется «Введение пробы в хроматограф». Закол производится с помощью специальных шприцов небольших размеров. Газо-химотограф оборудован двумя порты для ввода пробы. И когда мы отобрали пробу в газо-химотографический шприц, мы уже непосредственно вводим ее в порт. То есть происходит закол, мы вводим пробу и нажимаем «Старт» для анализа. После этого выходит хроматограмма, и сам анализ длится 36 минут. Ученые ЦМУ исходили из того, чтобы данное пособие было доступным и за рубежом. Оно содержит разделы по расчету и подготовке итогового протокола состава нефти. И ответы на вопросы, по которым можно оценить знания студента в данной области. Идет уже второй месяц весны, а на улице до сих пор холодно слякоть. Когда настанет тепло, узнаем в следующем сюжете. В связи с тем, что на улицах еще лежит снег, а температура находится на уровне минуса, многие казанцы начали предполагать, что погода за окном является аномальной. Но что об этом думают метеорологи? Тестанч у нас вовремя, потому что по средним многолетним наблюдениям она должна начинаться у нас 31 марта через 1 апреля, тогда, когда среднесущественная температура переходит устойчиво через мировой клеток, то есть становится положительной. Таким образом, мы можем сказать, что настоящая весна скоро придет. Но что же нас ожидает в ближайшие дни? Тимур Стимонов, Универньюс. Студенческие трудовые отряды – это молодежные организации, которые помогают обучающимся Казанского федерального университета в поиске работы и трудоустройстве. О том, какие возможности открывают студотряды для студентов и как вступить в ряды бойцов, расскажем в нашем сюжете. Студенческие трудовые отряды – это молодежные организации, сочетающие в себе традиции, современный подход координации и трудоустройства студентов, желающих найти себе работу. СТО в Республике Татарстан существует уже более 60 лет, не теряя при этом свою актуальность и популярность среди обучающихся. В студенческих отрядах ребята могут не только найти первый опыт работы, но и развить свой творческий управленческий потенциал. В течение года проходит множество творческих, интеллектуальных, спортивных мероприятий. Например, фестивали студенческих отрядов «Открытие и закрытие целины», творческий фестиваль «Мы в отрядах КФУ», «Интеллектуада», «Спартакиада» и множество других мероприятий. Крупнейшим штабом Республики является штаб студенческих отрядов Казанского федерального университета, который работает в четырех направлениях сервисное, педагогическое, строительное и направление проводников, Желающих попасть туда отряды ежегодно становится все больше. Студенты не упускают возможность обрести новых друзей, посетить разные места нашей страны и заработать немалые деньги. В штабе студенческих отрядов КФУ функционирует социальное направление. У нас есть социальный отряд студентов «Мираз». Ребята выезжают в зимний период для адресной помощи населению в районы Республики Татарстан, проводят мастер-классы в школах, в сельских клубах и помогают с уборкой территории в районах Республики. Подать заявку на вступление студенческие отряды можно в официальной группе штаба студоотрядов КФУ ВКонтакте. Камила Исакова, Фарид Захид Оглы, Универньюз. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok